В эфире Вестни Городской Думы и я его ведущая Анжелика Павлова. Здравствуйте! Для 28,5 тысяч благовещенских школьников на этой неделе начался новый учебный год. Правда, на торжественную линейку большую часть учеников не позвали. Из-за эпид-обстановки лично присутствовать на празднике смогли только первоклассники и будущие выпускники. Как прошел праздник, узнаете из сюжета. В первый раз в первый класс эти ребята идут совсем не как их предшественники. Школьное торжество в 25-й гимназии за закрытыми дверями. Все в соответствии с распоряжениями Роспотребнадзора. Трогательный момент родители могут увидеть, разве что подпрыгнув. Благо, спортзал на первом этаже. Переживал за старшего внука, пошел в первый класс. Жаль, что не получилось находиться именно в этом зале, порадоваться и за внука, и за нас, и за своих родителей, и за бабушку с дедушкой. Пытался найти, как сфотографировать своего внука, пытался найти, чтобы увидеть, как он выглядит в этот момент. За момент первого звонка сегодня ответственна семилетняя Вероника Гребенюкова. Испытание выдержало с честью и даже тени волнения, призналась, не почувствовала. Я чувствовала, что я главной на линейке буду, потому что меня так неожиданно назначили на линейке главной. Так что я подумала, что я и на всех уроках буду главной. Ребятам успехов в учебе, педагогам профессиональных свершений пожелал мэр Благовещенска Олег Имамеев. Он стал почетным гостем на линейке и с головой окунулся в воспоминания о своем первом и последнем звонке. Я помню, что был дождливый день, и мы шли, очень аккуратненько входили с мамой уже, чтобы не заляпаться грязью. Отложилась эта память. Ну, я 11-й класс, конечно, когда понимаешь, что это твой последний учебный год, и уже начиная с сентября начинается какая-то ностальгия. Ты еще вроде, у тебя еще впереди год, но ты уже начинаешь скучать по школе, которая вот уже скоро закончится. В 6-м лицее линейку открыли маршем. Всех лицеистов поприветствовала бывший директор образовательного учреждения, председатель Благовещенской городской думы Елена Евбевская. Дорогие дети, для вас в школе откроется новое знание, новые друзья, новые взаимоотношения. Вы получите самые интересные уроки, вам расскажут самые интересные открытия. Это для первоклассников. А для 11-х классов это тоже счастье, что линейка проходит. Это последняя линейка у них 1-го сентября. Торжественные линейки прошли во всех школах города, а в среду благовещенские школьники сели за парты впервые после долгого перерыва. И к другим темам. День окончания Второй мировой войны отметили в Благовещенске на этой неделе. По этому случаю в городе прошел ряд торжеств. Первые лица области и города возложили цветы к бронекатеру и памятнику воинам-амурцам. А в нишу мемориала на площади Победы опустили капсулы с землей, привезенные из городов-героев. А после вводы пограничной реки Амур вместе с жителями Благовещенской и соседнего Хэйхэ опустили венки и гвоздики. Смотрим. С красными гвоздиками первые лица города и области – военные, известные и простые благовещенцы. Пенсионер Владимир Кокозеев с супругой на торжественное возложение цветов к бронекатеру и мемориалу воинам-амурцам приходит два раза в год. Почтить память обоих дедов. Один погиб под Хальчем в Белоруссии в первый месяц войны. Второй – в октябре 1943-го под Смоленском. Ни в одном архиве пока никаких данных найти не смогли по деду, поэтому по второму деду нашли данные, где он захоронен. Место расположения могилы прямо на карте указано, поэтому думаем, ну не в этом, может в следующем году попадем туда, съездим обязательно с родственниками, соберемся. Если попасть на могилу к деду не получится, Владимир всегда сможет прийти на Площадь Победы. Здесь заложили капсулы с землей из Смоленска и еще трех городов-героев – Минска, Тулы и Мурманска. Сделано для того, чтобы восстановить историческую справедливость, так как в нашем обелиске было заложено только 9 городов-героев. У нас люди просто не знают, что есть еще 4 города-героя, где сложили головы наши воины-амурцы, защищая наше государство. Вспоминали не только погибших в сражениях, но и тех, кто все-таки встретил победу, пожил мирной жизнью и вырастил детей. Два моих деда были на войне, но они были на Западном фронте и оба, слава богу, вернулись живыми. Я их обоих не застал, я родился уже после их смерти, к сожалению. Они немного рассказывали, но, как знаете, настоящие герои очень скупы на рассказы. Но их медали, солдатские боевые медали за отвагу, говорят, что они действительно были героями. В день окончания Второй мировой войны возложить цветы к памятнику воинам-амурцам приехали и участники международных игр «Суворовский натиск». А курсанты ДВОК у память павших почтили оружейным салютом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И в продолжение темы. В Благовещенской городской думе подвели итоги конкурса, приуроченного к 75-летию победы. В нем приняли участие городские школьники, за что получили муниципальные награды от председателя Елены Евглевской. Ребята выполнили немало творческих работ. Подготовили видеоролики, рисунки, написали эссе и сочинения на тему победы. Тему выбирали сами. Например, «Цена Великой Победы», «Песни Великой Победы», «Традициям жить», «Война в судьбе моей семьи» и «Мы – наследники Победы». Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. В эфире увидимся ровно через неделю. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин